Добрый вечер! Пожалуйста. Послушаем Евангелие. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь. Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это. Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня села Амская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все так же погибнете. И сказал сию притчу. Некто имел в винограде своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю. Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ. Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Да, такой для нас поучительный, страшный отрывок. И за такой короткий промежуток чтения отрывка Евангелия, да, Господь дважды сказал фразу. Если не покаетесь, все так же погибнете. Почему так? Ну, действительно, мы в течение всего чтения Евангелия видим основную мысль, такую красную нить, проходящую через Евангелие. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. То есть Господь это в различных притчах, в различных беседах, в различных обстоятельствах Его земной жизни, Он всегда говорил о покаянии как об основном критерии спасения души человеческой. Потому что, как мы знаем, это одно из семи таинств церковных. И без этого таинства человек не может избавиться от грехов. А если человек имеет грехи, то он не может войти в Царство Небесное. Соответственно, Господь здесь говорит о погибели не телесной, не столько телесной, сколько духовной погибели. То есть мы все почему-то жизнь связана только с этой жизнью земной. И надеемся, что здесь вот мы там сходим в церковь, и нам здесь станет хорошо жить. Мы раскаемся, причастимся, и у нас и там болезни отступят, и на работу устроимся, и еще что-то в семье все наладится. Но это вторичное все. Так Господь и говорит, ищите Царство Небесное, а остальное все приложится. То есть то, о чем мы сейчас называли и говорили, это все остальное, которое приложится. А основное все-таки это искать Царство Небесное. И поэтому здесь он говорит, что обязательно надо через покаяние искать пути в Царство Небесное. И без покаяния туда пути нет. Кроме того, мы помним, что до пришествия Христова в этот мир все, даже праведники, все шли в ад. То есть никто не поднялся в Царство Небесное, кроме двух людей, которые не умерли. Пророк Илья и праведный Енох Ветхозаветный. Только они поднялись в Царство Небесное, потому что они не испытали смерти, разделение души и тела и поднялись телесным образом на небо. Ну и то говорят, что им все равно придется через смерть пройти. Им все равно придется пройти через смерть, потому что они не должны быть ничем выделены. Если сам Господь прошел через смерть, то все человечество совершит те слова. Земля есть и в землю отыдешь. То есть это Господь сказал Адаму с Евой, но через них и всем, так сказать, после них живущим на земле. Поэтому Инох и Илья также умрут, будучи убитыми Антихристом в Иерусалиме. Но потом восстанут, оживут и проповедуют Антихриста, что ему нельзя поклоняться и будут забраны также на небо. Поэтому здесь мы видим, что Господь акцентирует именно на покаянии все внимание наше, что лишь этим путем мы можем спастись. Почему не могли спастись пророки и праведники ветхозаветные? Потому что покаяния, таинства покаяния еще не было, потому что Господь еще не пролил свою кровь за нас. И, соответственно, невозможно было искупить грехи этой кровью Христовой через таинство покаяния Господу. И поэтому все шли в ад. И это говорит только о том, что нет безгрешных. Ни в ветхозаветной церкви не было безгрешных, ни сейчас нет безгрешных. То есть всякий человек согрешает так или иначе. И мы помним, как даже великий Моисей, пророк, и тот был наказан Господом, что он не вошел в землю обетованную. Он только посмотрел на нее с одной из гор и умер на этой горе, так и не войдя в ту самую Палестину, в ту землю обетованную, где, собственно, и Господь предрек жить всем его последователям, народу израильскому. За что он наказал? За маловерие, когда он усомнился, Моисей, пророк, усомнился в том, что из камня может потечь вода. Но, тем не менее, вода потекла, он ударил в него посохом, как Господь сказал трижды. Вода потекла, а он был наказан за это сомнение. Поэтому все согрешают, и поэтому нужно покаяние всем без исключения. Да, мы сейчас с вами говорим о таинстве покаяния, таинстве исповеди, да? А не отличается ли именно покаяние от таинства исповеди? То есть это только понятно, что без таинства исповеди, да, и для чего Господь оставил и ключи, да, дал Петру, вот, церковь, да, полностью создана? Да, так и сказал, то, что ты свяжешь на земле, то связано будет на небе. То, что ты развяжешь на земле, то будет развязано на небе. То есть развязать – это и есть то таинство, развязывающее душу нашу от грехов. Конечно же, разница есть между покаянием внутренним, когда нас совесть обличает, когда мы каемся и говорим, что вот, да, действительно я там был неправ, может быть, слух говорим, может быть, про себя говорим, но все равно таинство это еще не совершается. Это лишь начальная стадия покаяния души человеческой. То есть мы можем просто перечислить грехи, да, но внутри не поменяться. Да, то есть мы можем измениться только в одном случае, когда таинственным образом благодать Божия сойдет на нас через определенные действия церковные. Только тогда снимается грех. А вот эти все покаянные мысли, покаянные чувства, может быть, даже какие-то действия покаянные в миру, они лишь преддверие. То есть это то, как мы готовимся к тому, чтобы это исповедовать церковь. То есть это как завершение, таинство исповеди – это завершение, да? Исповедь – это та точка в предложении, которую мы начинаем в глубине своего сердца, размышляя о том или ином своем грехе, о том или ином событии в своей жизни, в котором мы каемся. Ну, а кай – это значит признать свою неправоту, да, обвинить себя? Ну, конечно же. Покаяние, оно в самом своем смысле и сути своей, оно и содержит изменение себя. То есть покаяние в переводе – это изменение. Метаноэ, да? Да. Метаноэ. Да, внутренние изменения. И ну как мы можем измениться? Только изменив образ мыслей, образ действий, образ каких-то слов и поступков, привычек. То есть мы, но прежде чем это изменится, мы должны рассмотреть, что действительно до этого-то мы делали неправильно, оказывается. И вот этот переход от неправильного к правильному путем внутренней работы и помощи Божией, благодатной помощи Божией через таинство – это и есть изменение человеческого естества, которое, конечно же, без помощи Божьей не может измениться. Мы не в силах даже себе роста прибавить или убавить, как в Евангелии сказано, или цвет волос изменить. Поэтому, а уж тем более внутреннее свое естество изменить. Тот, кто нас создал, только тот и может изменить наше естество. И мы читаем в Евангелии, что Господь, Он часто говорил при фарисеях и первосвященниках, «Прощаются тебе грехи, возьми ложа твою, ну, одному из там больных, да, расслабленному, бери ложа свою и иди домой». И уже тогда сами внутри себя спрашивали, слышащие это, кто Он такой, кто может прощать грехи. И больше не греши, еще и говорил, напутствовал, да. Да, и дальше говорил, да, и больше не греши, чтобы не было тебе чего-чего хуже. То есть мы видим в этом, что лишь у Господа это такая прерогатива. Только Он может простить грех или не простить грех. Он же говорит, что все грехи прощаются, кроме хулы на Духа Святого. И это тоже его установление, которое мы не можем изменить. Поэтому мы должны лишь следовать тем поучениям, которые Господь нам оставил, пользоваться теми таинственными силами, всеми таинствами, которые заложены в Церкви Христовой, и этим путем спасаться. Ну, как мы в прошлой передаче говорили, что хулы на Духа Святого – это как раз не признание, да, ни Церкви, ни таинств. Да, это отрицание божественности Христа, это отрицание присутствия в Нем Духа Святого, это отрицание, ну, вот, в том числе и таинств церковных, потому что это тоже дары Духа Святого. Мы сейчас вот с вами говорим, да, кто-нибудь послушает нас, ну, наверное, редкие люди, кто подумает, да, действительно, вот я виноват, я, конечно, у кого действительно там какой-то грех такой, да, есть, мучает. Но в основном люди послушают нас, да, что мне менять, у меня все хорошо. Хотя на самом деле, если вот так задуматься, да, человек должен понять, что большинство людей, ему как раз и не право, совершенно надо жить по-другому. То есть мы, как привыкли, мы привыкли обвинять все вокруг, кроме себя. Если что-то у нас не получается, вот, а с точки с божественной, да, мы должны сами себя обвинить, и даже если, кажется, нам правы, мы все равно не правы. Ну, здесь даже нелогично так размышлять, что все вокруг не правы, а я один прав. Но если я себя изменить не могу, то других я тем более не изменю, и значит, у меня нет шансов на изменение моей жизни. А если же я все-таки к себе обращаюсь и себя начинаю изменять, то тогда обязательно моя жизнь исправится, изменится в лучшую сторону. Поэтому пока человек осуждает в своих бедах и несчастьях других людей, у него нет шансов на изменение его жизни. То есть он так и будет в этих грехах по уши, и, соответственно, будет постоянно получать от Господа какие-то вразумления и наказания. То есть жизнь его в лучшую сторону не изменится. То есть он не станет лучше, и жизнь его не станет лучше. Наоборот, чем больше он осуждает других, тем глубже он погружается в этот грех осуждения, а то и ненависти, да, и мстительности какой-то через эти предыдущие два греха. То это только еще ухудшает его положение. Но представьте, если человек, болея раком, отказывается верить, что он больной раком. Нет, это вы виноваты, что я плохо себя чувствую. Вы меня плохо кормите, вы на меня что-то наговариваете, колдуете, или еще что-то можно придумать этому человеку. Я-то сам здоровый, это вы все больные вокруг меня. И пока человек не поймет, что внутри него есть раковая опухоль, которая от других не зависит, ее надо лечить. А пока он к этому не обратится, к тому, что, оказывается, его самого надо лечить, он и не будет обращаться к врачу. Значит, не вылечится, значит, так и умрет от этой опухоли. Как от греха многие люди так и умирают, не приступив к лечению врача небесного, то есть Господа. Да, даже вот, к примеру, ненависть. Слово, кажется, такое ненависть, прям, это нам, значит, мы должны ненавидеть. Но на самом деле, если так задуматься, ведь многие из нас не хотят каких-то определенных людей просто даже встречать на улице, на работе, да. И на самом деле, это же тоже ненависть. Да каких людей? Часто супруги там друг с другом не разговаривают. Вот там, что-то он там, супруг или супруга, что-то сказали не то, или что-то не сделали, наоборот, сделали не так, как хотелось бы этому. Там все, обида, и вплоть до ненависти, вплоть до каких-то там крайних вообще таких точек гнева возникает в этом случае. Но куда уж, если даже с близкими людьми такое происходит, то уж что говорить о внешних, о чужих людях. Там еще хлеще получается ситуация. Там годами, если здесь еще как-то, ну, ради семьи, ради детей, ради еще какой-то общей жизни, да, семейной, люди переламывают себе вот эту вот дурную привычку, там, осуждение и вот это вот ненависть и гнева, да, мстительности, то есть они все-таки как-то в себе это стараются погасить и перебороть, то к внешним, а что меня заставляет относиться хорошо к внешним, если они сами заслуживают такого. Коллеги, например, по работе, да? Да, они меня подставили, они на меня наговорили, они там не дали мне встать на определенный пост, там кто-то меня подсидел, например. Там мыслей-то огромное количество бесы предлагают, чтобы человека запутать вот в этом грехе. И все, и человек, он... А покаяние как раз, оно и направлено на то, что человек должен понять, что он дал повод вот к такому. А покаяние как раз направлено на то, что человек в себе должен найти причину происшедшего, потому что если у тебя в семье нелады, то ты виноват. Потому что если у тебя нелады с твоими какими-то близкими или друзьями, то ты виноват. А если у тебя нелады в какой-то там обстановке на работе, то ты виноват. Не внешние, а ты сам виноват. Ты сам так выстраиваешь свою позицию, что она неудобоварима для внешних людей и выстраивает конфликтную ситуацию. Да, и только такая позиция, она спасительна для самого человека. То есть человек сам себя получается, то есть он обвиняет и находит в этом покой. И он находит в этом решение вопроса. Потому что если он в себе начнет искать ответ, а почему так произошло-то, из-за чего, и увидит в себе ответы, то он может это исправить. Повторюсь, других он исправить не сможет. Себя он исправить может, а значит может изменить ситуацию в лучшую сторону. На работе, в семье, среди близких, среди друзей. То есть он сразу легче. Жить ему будет, если он в себе найдет ответы на эти вопросы. Почему? А как хорошо не только одному человеку, но и всем вокруг будет хорошо. Ну естественно, и тебя с облегчением вздохнут. Ой, ну наконец-то. Что-то человеку дошло. Как он изменился-то? Как хорошо стало, как легко с ним. Мир бы стал бы райом. Да, да. Ну так святые отцы и учат, что если бы все уверовали на планете Земля и стали бы верующими, и покаялись бы, и пришли к Господу, то уже здесь было бы Царство Небесное. Вернемся мы к нашей притче. Господь говорит о жителях страны Галилеи, галилеянах. Что это за страна? Ну это часть Израиля. Она и сейчас есть. То есть она берет название от Галилейского озера или Галилейское озеро берет от Галилеи. И в принципе это та местность, которая к северу от Иерусалима находится и которая заселена многими народами, потому что была в ветхозаветной истории израильского государства, когда оно разделилось, это государство, на две части. На Иудею и Израиль. И между ними была даже война, гражданская война шла. И те, кто жили на севере, Израиль, воевали с теми, кто жил на юге, иудеями. Почему? Потому что иудеи сохраняли старую истинную веру ветхозаветную. А галилеяне, самариане, то есть израильская вот эта вот часть народа еврейского, она взяла многие различные культы и долопоклонства, в том числе из Вавилонии, в том числе от соседних народов. И поэтому их считали иудеи нечистыми, то есть по вере, потому что они не сохранили веру отцов и, мало того, еще и поклонялись каким-то непонятным верованиям, пришедшим от других народов языческих. Ну и вот это, конечно, разделение гражданской войны, оно отпечаток принесло до пришествия Христова даже. То есть был все равно такое средостение между этими двумя частями народа израильского. И эти к северянам относились нехорошо, считая их нечистыми, считая их какими-то такими простецами и деревенскими, в общем, дикарями, которые даже разговаривать с ними не хотелось им. Тем более, что у них в связи с общением с другими народами, у них еще и изменился диалект. То есть они стали еще и говорить чуть-чуть с различными не теми интонациями и с какими-то новыми словами. То есть их сразу это выдавало в любом обществе. Как в Евангелии, Петра апостола как раз, да? Они же все апостолы в основном были как раз бельянами, да? Апостол Петра у костра как раз по этому говору-то и узнали. Когда Господа привели на суд к архиереям, к Аяфе, Анне, то туда же пришел и апостол Петр, и среди иудеев он стал говорить на своем галилейском наречии, которое сразу по акценту его сразу выдало. И они сказали, так ты что же из них? Это же из Галилеи, то есть тебя речь выдает. Это мы в Евангелии читаем. То есть мы понимаем, что вот настолько было разделено, ну как сейчас, например, там вот говорят вологодские какие-нибудь, да, и москвичи, вот уже, да, можно определить разницу в говоре и говорить, что вот это москвичи, а вот это вологодские. Ну то же самое и там было, только более ярко выражено. Ну и Господа тоже, да, называли галилеянином? Конечно же, и Господь, так как Он вырос в Назарете, а в Галилее таких нескольких городов, это Назарет, это Канна Галилейская, это Вифсаида или Тевериада, да, вот эти три основных таких города, которые были, ну, управляющими, скажем так, городами в Галилее. Ну и мы знаем, что Господь, Он же в Назарете жил, естественно, ему это все было так же с детства знакомо, и наверняка, и Он говорил на этом же наречии, наверное, с таким же акцентом, поэтому Его и так сразу все это выдавало. Хотя сам Господь избрал этот язык. Почему? Потому что Он язык простецов. Он ведь мог и в Иудее прийти, и там жить, но Он выбрал Галилею, Он выбрал простецов, и Сам даже в Евангелии говорил, благодарил Отца Небесного, что Он открыл это простецам и скрыл это от мудрецов, то знание, ту истину, которую Он принес роду человеческому. Потому что простецы, как мы видим, приняли Господа, а вот мудрецы Его отвергли и даже распяли. В этом мы тоже видим разницу между этими двумя, так сказать, частями народа, одного от народа израильского. Ну и, конечно, и культурные были моменты различные среди них, потому что, повторюсь, они жили среди язычников, израильтяне в Галилее жили среди язычников, и им, естественно, какие-то обычаи тех народов, с которыми они жили, тоже были присущи, они с ними были дружны, то есть они их не отвергали, а иудеям даже прикасаться им нельзя было, к этим не то, что там, и даже и говорить, и прикасаться, и как-то совместными какими-то делами заниматься запрещено было, дабы не оскверниться от язычников. Вот такие были законы Ветхого Завета. Да. Кто были те галилеяне, кровь которых Пилат смешал с жертвами их? Ну и как мы видим, да, там разговорили, скорее всего, люди-то, к кому обращались, было понятно, что это за галилеяне. Ну да, это какое-то событие, которое произошло буквально, так сказать, не так давно, но мы из истории знаем, что было восстание части народа израильского, небольшой части, галилейской части народа израильского, против римского владычества, они отказались приносить жертву богам римским, жертву в честь Кесаря, да, то есть императора римского. Они отказались даже говорить и прочие, так сказать, действия делать, чтобы предписано было римской империи. Естественно, за это их понтий Пилат войсками наказал, то есть он убил их просто и все. И таким образом те жертвы, которые они отказались приносить, ну вот они смешались с их кровью, то, о чем здесь и сказано. И, ну, это выставлено здесь вот, как бы, что это по грехам этим галилеянам, вот так и досталось. А зачем они приходят и жалуются Господу, можно так сказать? Ну, здесь вот такой психологический момент, когда мы кого-то унижаем, мы себя пытаемся возвысить. И здесь, унижая этих галилеян, вот они такие сякие, вот так вот им досталось. Что ты думаешь, да? Да, да. Они пытались себя возвысить, что мы-то вот, так сказать, лучше их. И на это Господь им отвечает, что вы не лучше, не хуже, такие же, как и те. Но если не покаетесь, вы также погибнете. Также дальше и про Силаамский столб. А что такое Силаам? Что это такое? Силаам – это источник чистой воды, он и сейчас есть в Иерусалиме, которым пользовались многие поколения народа израильского, живущие рядом с Иерусалимом и рядом с ним. И там этот столб стоял, и вдруг вот он по ветхости или еще по какой-то причине упал. А так как там всегда около источника было многолюдно, приходили люди за водой и омываться, и набрать воды, ну вот упав, он убил 18 человек. Представляете, там из сотен людей, вот именно 18 человек попали под этот столб. И, конечно же, здесь тоже те, которые к Господу обращаются, тоже намекают на то, что это же не случайность, что это именно этих. И, наверное, мы в своей жизни тоже, когда вот что-то случается, мы тоже, ну это по делам. Да, мы и так же говорим, вот смотрите, вот тот там, что-то там у того там дом сгорел, там этот там заболел, там этот там, не знаю, в аварию попал, этого сработали. Сам генопатно говорит, да? Да, ну сам, то есть, ну, видите, вот это наверняка, вот что-то он там как-то не так, что-то плохо сделал, наверное. И поэтому Господь его наказал. Ну, это рассуждение, опять же, из тех происходит психологических моментов, которые мы только что обсуждали, что мы, вместо того, чтобы смотреть на себя, на свои грехи и каяться в своих грехах, мы ищем грехи других людей. И даже ищем доказательства их греховности вот в таких обстоятельствах жизни. Ну, хотя по сути, какое нам дело? Сосулька там на голову упала, да, там кирпич на голову упал, но это же не просто так. А нам от этого лучше-то не будет. То есть от этого осуждения этого человека мы не будем лучше жить. Вообще от осуждения никто лучше жить не встанет. И, как говорят, даже за что осудишь, потом еще и сам в это же попадешь. Цветы отцы так нас учат. Если ты не хочешь быть осужден, сам не суди. И то, в чем ты другого осуждаешь, в это Господь сделает так, что и ты сам в это же впадешь. Поэтому, когда кто-то говорит, что вот там правильно по делам, там он в аварию попал, надо бояться как бы и этому человеку тоже в аварию не попасть. Это так же ему может вернуться, а может и сториться вернуться, может еще хуже быть с ним. То есть мы должны это в себе пресекать, эту дурную привычку, которая у нас заложена, и мы даже не замечаем ее, вот этой дурной привычки осуждения и превозношения через это самих себя. Согласно с ходом речи, Господь приводит притчу о бесплодной смоковнице, которая уже три года не плодоносит. Хозяин предложил ее срубить, землю занимает на работе, виноградарь попросил оставить еще на год, и только потом, если ничего не изменится, срубить ее. Вот вопрос такой возник. А что делает смоковница в винограднике? Дело в том, что тогда люди жили плодами от земли взращенными, поэтому виноградник приносил свои плоды, виноградники были сады в том числе и смоковничные, и яблочные, и другие какие-то фрукты, и мушмула там сейчас произрастает, и персики, и что там только не растет. Там три урожая в году собирают сейчас. Поэтому, конечно же, смоковница как плодоносящая, это инжир, вкусное, хорошее древо, его также насаждали в этих садах вместе с виноградом, и собирали их также. И здесь ничего странного-то нет, поэтому естественным рассуждением, что если дерево, ну если вот у нас сад, сидит какая-то яблоня, и не плодоносит, год, два, три, пять лет, ну что мы на нее? Мы смотрим сначала, потом спиливаем, выкорчевываем, на нее место сажаем в другую. Так же и здесь рассуждал садовник, давай, вот пора уже место освобождать, что другое посадим на ее место, чего она землю только занимает. Но видите, как садовник, то есть виноградарь, ответил по-другому, хозяину этого виноградника. Ну давай еще годик, годик подождем, посмотрим, но вдруг, ну жалко все-таки, но вот она три года уже, так сказать, и уже должна плодоносить, уже выросла, и так вот ее пилить. Но вдруг она еще за этот год, я уж потружусь, я там окопаю ее, там удобрю ее, чтобы она, может быть, все-таки из-за этого и принесет плоды. И тогда и мы будем с плодами, не надо будет ждать новое дерево, чтобы выросло. И она будет жить, сама смоковница. В чем глубинный смысл? Ну глубинный смысл здесь, конечно же, о том, что, ну не о саде речь идет, речь идет о человечестве или конкретно о человеке. И то и другое все здесь присутствует в этой притче, потому что все человечество это сад Божий, который, конечно же, ну существует уже много тысячелетий, и как бы первая часть жизни человечества, это было, можно сказать, первый год, это райские жизни, это Адам и Ева в раю, но там Господь не получил плодов от Адама и Евы покаяния, потому что они согрешили и не покаялись. Потом, второй год жизни человечества, это было допотопное человечество, когда люди так же жили, но так же не каялись в своих грехах, и этот второй год жизни тоже закончился, если там изгнанием Израиля, то здесь он подвел итог этого человечества потопом Господь, да, только Ноя сохранил с его семейством, который был истинно верующим и каялся, но и третья часть, это ветхозаветная часть, которая существовала, так сказать, до пришествия Христова, третий год жизни, да, этой смоковницы в виде всего человечества, и так же Господь не обрел у них плодов покаяния, плодов добрых, и опять же стал вопрос об уничтожении всего человечества, но Господь, пришедший, тот самый садовник, который спорит с господином виноградника, он говорит, ну давай еще год дадим, то самое время, что мы сейчас живем, это тот самый четвертый год, который, так сказать, Господь нам вымолил у Отца Небесного через свое страдание на кресте, через свою жертву, кровь и тело, которое он принес на кресте, и этот период жизни, скажем так, мы вот сейчас как раз живем, и если мы будем приносить плоды покаяния, то Господь продлит нам жизнь, если же мы не будем плодов достойных приносить, как-то смоковница, Господь прекратит существование человечества, понимаете, вот в чем суть-то, если там три года Господь все-таки ждал, ждал, но не прекращал жизнь смоковницы, то есть рода человеческого, там Адама, Еву выгнал, но они жили, допотопное человечество там уничтожило большую часть, но все-таки но и остался, ветхозаветная часть тоже многих уничтожил, но вот все-таки сохранились истинные, так сказать, и апостолы, и ученики Христовы, и сейчас мы также должны приносить плоды покаяния, чтобы не уничтожил Господь, не сократил дни жизни человечества, а может быть продлил, да, и отодвинул тот самый страшный конец, тот самый Армагеддон, тот самый конец света, который предначертан нам в пророчестве Иоанна Богослова. Кстати, по поводу слов, что вы сами так погибнете, когда вот кровь Галилеян смешал Понтий Пилат с их жертвами, но эти слова совершились над народом израильским, над архиереями, после того, как они распяли Христа, не покаялись, то кровь их была смешана с землей, потому что весь Иерусалим был уничтожен в 67-м году полководцем Титом, который послал император Римской империи, так как иудеи решили пойти против Рима, то есть революцию строить, ну и пришли римские войска и всех просто уничтожили, там сотни тысяч были убиты и такие сотни тысяч проданы в рабство, поэтому вот эти слова, если вы не покаетесь, не будете лучше их, то вы так же погибнете, так же они и погибли, кровь их была смешана с землей, с жертвами, со всем прочим, то есть весь Иерусалим был разрушен до основания, то есть его не существовало после Тита еще там 150 лет, и даже название Иерусалима было стерто Римской империей, называлась эта местность Элия Капитолина, там небольшая деревушка осталась, была распахана даже, сказали, вот приказал император снести весь город, распахать и посадить там деревья и кусты, чтобы там был просто пустырь на месте Иерусалима, все так и произошло, как вот здесь мы читаем. Это касается всего человечества, но если каждого человека рассматривать тоже, Господь нам продлевает дни, ну до тех пор, когда мы уже, наверное, ангел хранили за нас, ходатайствуют, да, чтобы, ну пусть еще чуть-чуть. В человеческой жизни тоже есть такие же периоды жизни, то есть это детство, это там юность, это взрослый возраст, и, ну то есть раз, два, три, да, и четвертый возраст – это старость, когда уже вот все, ну хотя бы в старости покайтесь, да, вот в детстве не каялись, в юности не каялись, в зрелом возрасте не каялись, ну, и там, и может быть плодов не приносили, но хотя бы в старости покайтесь, и тогда Господь сохранит вам жизнь, причем жизнь вечную, И здесь мы также видим тот же образ смоковницы, только уже касаемый каждого из нас. Если я не приношу добрых плодов, плодов покаяния, плодов милосердия, тех плодов, которые описаны в заповедях блаженств евангельских, блаженны, нищие, блаженны, милостивые, блаженны плачущие и прочее. Если я этих плодов не приношу Богу, то тогда уже Господь может подытожить мой век жизни в этом мире, сократить его и забрать. То есть все, как не приносящие плода древо, будет исторгнуто, то есть выкорчевано и сожжено. Жизнь человеческая прекратится. Поэтому святые отцы говорят, что смерть человеческая приходит в двух случаях. Ну, смерть временная, здесь земная. В первом случае это если человек уже совершил все, что он мог совершить и должен был совершить по воле Божией. Достиг верхушки, да? Да, достиг максимума возможностей и принес все плоды, которые только мог принести. Господь его забирает, ну, как яблоки зрелые, срываемые. Мы же не даем им висеть, чтобы их там птицы не поклевали, ни шершни не сожрали, там, червяки, чтобы они не прокисли, там, яблоки, созрев, их снимают. Также созревшую душу человеческую Господь забирает из этого мира. Либо, второй случай, если человек не хочет готовиться, никаких плодов не приносит, то тогда он только грешит, и Господь по любви к нему прекращает ему жизнь раньше времени, чтобы его грехи не утопили его в аду настолько глубоко, что даже вымолить его было невозможно. По любви к нему Господь прекращает ему жизнь и оставляет молитвенников за этого человека, которые будут его вымаливать из ада, потому что он сам не захотел или не смог, или не умел, а, скорее всего, все это вместе, спасти свою душу в вечности. Мы видим, что садовник просит оставить смокопницу, чтобы окопать и удобрить ее. А что значит окопать и удобрить нас, вот, самих себя? Ну, те, кто имеет сад, огород, те понимают, что прежде чем что-то посадить, надо вскопать, чтобы сорняков не было, чтобы земля была рыхлая, дышащая, чтобы тому растению, которое там посажено, было легче расти, чтобы сорняки его не задушили, чтобы не было никаких там червяков, которые вредных, которые полезные. То есть это все мы сами делаем лопатами, скапываем. Так и здесь, чтобы наша душа, как плодоносящая древо, имела плоды добрые, мы должны ее взрыхлить, спахать, прежде всего, и избавить от сорняков. Выкопать, выдернуть все сорняки, прополоть свою душу от грехов, от страстей, от дурных привычек. А потом удобрить ее, естественно, чтобы она приносила плоды, как мы удобряем любое древо, любое растение плодоносное, навозом или какими-то удобрениями, химическими и прочими, золой посыпаем. То же самое и здесь. Душу, обработанную, очищенную от сорняков, надо удобрить благодатью Божией, через причастие, через молитвы, через другие таинства церковные. Это и есть удобрение души, чтобы она усилилась, укрепилась духовно, потому что душа, она тратит силы духовные, и их борщом или пирогами мы силы духовные не восстановим. Их восстанавливать можно только благодатью Божией через причастие. Вот это и есть удобрение той самой смоковницы, той самой нашей души. Теперь хотелось поговорить о рождественском посте. Он начнется уже в понедельник, 28 ноября. Как давно его начали вообще отмечать, да, вот рождественский пост, когда он был заповедан нам, и вообще с какой целью? Ну, упоминания о нем с первых веков христианства идут. Амрось Медиаланский там писал о том, что вот есть такой пост рождественский. Но вообще первым, кто стал поститься, это сам Господь Иисус Христос. Перед тем, как выйти на проповедь, он ведь 40 дней постился в пустыне, тем самым показав нам пример очень строгого поста. То есть он же вообще ничего не вкушал. Если мы во время поста кушаем, но постную пищу, Господь ничего не вкушал. Вот, и поэтому мы с первых веков христианства этот пост соблюдаем. Но вначале не было определено именно сорокодневности его там, кто сколько там, кто неделю, кто там побольше, кто меньше. То есть не было четкого установления для всей церкви православной. С 1166 года, кажется, Константинопольским собором была установлена сорокодневность этого поста. И с тех пор мы вот уже тысячу лет соблюдаем этот пост. Ну, без малого, да, тысячу лет соблюдаем этот пост. И Византийская, и Римская империя, и Российская империя. Три империи этот пост соблюдали. И через это многие очищались и подготавливались, в том числе и к переходу в мир иной, потому что пост, он нам помогает очистить душу от страстей. Я прошу прощения, мы с вами сейчас про пост обязательно поговорим. У нас есть звонок, послушаем. Да, конечно. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Алло. Да, говори. Да, добрый вечер, говорите. Добрый вечер. Вы сейчас как апостол? Нет, я священник. Апостольский чин сейчас, он, конечно же, присутствует на плечах архиерейских. То есть патриархи, епископы, архиепископы. Они те люди, которые сейчас несут апостольское служение. А мы, священники, те, которые помогаем им тем епископам и митрополитам, и патриарху, мы помогаем им в этом служении. Поэтому, конечно же, да, мы трудимся так же, как и в апостольские времена трудились ученики Христова. Да, мы с вами продолжаем про Рождественский пост. Если у кого-то есть вопросы, могут позвонить эти. Значит, про цель, про цель, да, Рождественского поста. Вот, и мы знаем, что ветхозаветные праведники, вот, они же тоже постились. И не случайно, наверное, и святые прадцы, святые отцы тоже у нас вспоминаются. Мы вспоминаем Рождественский пост. Да, конечно же, мы берем пример из ветхозаветной церкви. Постился Илья Пророк, постился, и прочие пророки, которых мы читаем в ветхозавете, они также пост соблюдали. Да, и в Орву со львами, да, отрики тоже постились. И, конечно же, это все нам, так сказать, по наследству пришло из ветхозаветной церкви. Мы этот пост связываем как раз с ветхозаветными временами, как времена подготовки к пришествию Христову. Да, вот, они же люди, которые жили до Рождества Христова, они веровали в то, что Христос, Мессия, Спаситель, Он придет. Да, и этой верой они строили свою жизнь и слушали заповеди Моисея, заповеди Божии исполняли. Мы же теперь живем уже тем, что мы знаем и верим, что Христос, Спаситель, Мессия пришел, и мы верим в это. Но вот как они готовились к пришествию Христова, так и мы готовимся к пришествию Христову, к Его Рождеству. То есть каждый год мы вспоминаем рождение Господа нашего Иисуса Христа, от пришествии и пришествии Матери Его, пришествии Богородицы. И к этому мы готовимся. Причем мы берем также и с пришествии Богородицы, пример, она тоже постилась перед рождением сына. Она также держала пост. И удивительно, беременная, будучи уже во чреве нося Спасителя мира, она постилась. Сейчас беременным скажи ей, надо попаститься. Ой, там столько будет сразу возражений, и врачи не то, и это нельзя. А вот Матери Божьей постилась до Рождества Спасителя. Хотя, в принципе, можно без мяса спокойно прожить человеку. Ну, если брать, так сказать, те научные изыскания по естеству человеческому, то наше естество, оно вообще к мясу-то не приспособлено в большей степени. Мы больше травоядные, чем плотоядные. Он, получается, гниет в животе даже. Да, то есть наш пищеварительный тракт, он приспособлен для переваривания пищи травоядной, то есть плодов, фруктов, овощей и прочего. Он не приспособлен для переваривания мясных продуктов. Ну, как, например, у хищников там приспособлено. А вот у каких-то других животных, не хищников, у них это нет. Вот мы также не к хищникам относимся. Поэтому и не очень полезно мясо есть. Вот как раз будет повод человеку, да, Рождественским постом, ну, хотя бы начать, кто первый раз, хотя бы отказаться от мяса. Ну, да, молочный, это для первого раза, наверное, хотя бы такой подвиг. Ну, всегда надо с чего-то начинать, да. И начинаем мы всегда, как всегда, мы начинаем с малого, да. Вот придя даже в какой-нибудь, не знаю, в любой спортзал для тренировок, мы же не берем сразу там гирю 100 килограммов и начинаем ее от груди толкать. Нет, мы сначала гантельками, сначала там по 10-20 килограммов и потихонечку, потихонечку, по мере возрастания наших физических сил мы увеличим и нагрузки. Также и с постом, то есть не надо сразу брать большие, так сказать, себе... Отказаться вообще от еды. Да, какие-то правила строгие, жесткие. Даже говорят, а вот там написано, что сухоедение там или там вообще ничего там, не кушать там неделю, да, только пить. Но это кому? Это же для монашествующих. Вообще есть пять видов, пять ступеней постнического делания. И вот надо по этим ступенькам пройтись. Они начинаются с самого начала отказа от мясной и молочной. Вот, а дальше уже по мере укрепления и по мере нарабатывания опыта уже пост приходит к своему совершенству. Ну, просто поститься, это, наверное, нет такого стимула. А когда человек уже ради чего-то живет, начать, наверное, повод можно, например, ходить по воскресеньям в храм. Ну, человек такое существо, которое бесцельно ничего делать не может. То есть, и вот скажите, знаете, как Сизифов труд. Да, вот закатывай на гору камень, потом обратно он скатывается, и опять закатывай. Так всю жизнь. Ну, глупость. Вот так же и пост ради поста, там, диета ради диеты, но никто... Сброшь, там, килограммчиков пять. Ну, опять же, цель есть. Опять цель есть, да. Хотя бы там фигуру свою соблюсти, да. Или там избавиться от лишнего веса, или, ну, не знаю, там, с диабетом как-то там попроще что-то разобраться. Но это есть цель. Но мы эти цели почему-то всегда полагаем только в материальном нашем жительстве, а тем не менее есть еще цели в духовном нашем жительстве, потому что человек, он двусоставен. Он плотской, но он еще и духовный. И эти два естества в нас, они собраны воедино. Поэтому, когда мы постимся плотски, то есть пищу, мы также оказываем влияние и на душу свою, на духовное наше естество. Но, естественно, надо же понимать, что никакие развлечения душевные, там, какие-то посещения каких-то увеселительных, там, каких-то, не знаю, моментов, это тоже во время поста не делается. Это очень актуально наше празднование Нового года, да. Ну, наше празднование Нового года, оно вообще языческое какое-то сейчас. То есть в самый разгар поста, в самую последнюю неделю поста, потому что Рождество седьмого, и мы до седьмого должны поститься, нет, мы тут должны вот несколько дней подряд усиленно есть оливье, запивать его там каким-то количеством виноводочных, там, каких-то продуктов. Но это чего? Это совершенно неправильно. А для нас это как раз повод выходные, как раз посвятить их Богу, пока в стране-то вот такой у нас есть повод. Богу, себе, спасение своей души. Огромное количество целей для ищущего человека есть в этом делании. И эти цели, они даже не на год, не на два, они на вечность распространяются, понимаете? Ну, как это вот можно не видеть, настолько мы ослепли, что мы даже не видим и не понимаем, насколько это бесценный дар, посты, таинство, церковь, и то, что нам от Бога дадены, те таланты, которые дадены от Бога. Ну, как это можно вот выбрасывать в мусорное ведро и говорить, а я вот живу только для себя, только вот сколько я здесь живу, и столько я и буду радоваться жизни, а потом будь что будет, ну, это безумие, потому что жизнь пролетит очень быстро, и потом будет локоточек-то уже не укусить, уже ничего не изменишь. Поэтому лучше здесь жить и там жить. Лучше и здесь подготовиться, и к тому подготовиться. Так делает мудрый человек, по крайней мере. Да, у нас осталась всего одна минута. Пожалуйста, вот вам благословение нашим телезрителям на Рождественский пост и заключительный слонок передачи. Ну, все мы помним, да, надеюсь, что с понедельника начинается Рождественский пост, о чем мы сейчас, почему мы сейчас и заговорили о нем. Поэтому помощи Божией вам в этом посте, чтобы вы могли его пройти безбедно и безболезненно, и с пользой для души. Бог вас благословит на это. Ну и, конечно же, обязательно причащаться на дворе им поста. Мы будем также и соборовать одно из воскресеньев, может быть, или там после праздников новогодних посвятим соборованию. Ну, я думаю, что мы об этом скажем. Да, отдельно мы об этом проговорим еще. Поэтому всем помощи Божией и до свидания. Да, благодарю, Саистоя Тиммени, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. Спасибо, Господи. Да, на сегодня все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok